Глава четвертая. Битый Билл. Оказалось, что это белый кролик. Он возвращался, шаря глазами по сторонам, будто что-то искал. Алиса услышала, как он приговаривал. Герцогиня, ох, герцогиня, пропади моя головушка, не сносить мне головы. И где я их потерял? Совсем голову потерял. Алиса сразу догадалась, что ищет белый кролик. И по доброте душевной она тут же захотела ему помочь. Она огляделась в поисках перчаток и веера, но к удивлению своему обнаружила, что не только перчаток и веера, но вообще ничего прежнего не существует. Нет ни стеклянного столика, ни моря слез, ни крохотной дверцы, ни самого зала. Алиса растерялась. И тут кролик заметил ее. Эй, милочка, а ты почему здесь околачиваешься? Быстро, милочка, домой за веером и перчатками. Одна нога здесь, другая там. Алиса хотела объяснить, что зовут ее совсем не милочка, но неожиданно для себя бросилась исполнять приказание кролика. Верно он меня принял за служанку, думала она на бегу. Представляю его смущение, когда он узнает, кто я на самом деле. Но где же мне искать эти перчатки и веер? Не успела она закончить свою мысль, как перед ней возник игрушечный домик с табличкой на двери. Б. Кролик. Не постучавшись и бесшумно отворив дверь, чтобы не столкнуться с настоящей милочкой, или как бы ее там ни называли, Алиса взбежала по лестнице наверх. А ведь я в служении у кролика, сообразила Алиса. Если дело так пойдет дальше, то и Дина скоро станет мной помыкать. И тут же на бегу она стала представлять себе, как это будет происходить. Алиса, одевайся, пора гулять, скажет няня. Ой, нянечка, мне никак нельзя. Дина приставила меня к норке. Она скоро вернется и заругается, если я не устражу мышку. А кончится все тем, перебила себя Алиса, что Дину выставят из дома. Тут оказалось, что она уже стоит посреди чисто прибранной комнаты. На столе у окна лежали веер и несколько пар перчаток. Почему-то Алиса не сомневалась, что именно здесь они должны лежать. Она схватила пару перчаток и веер и уже собиралась нестись обратно, как вдруг заметила на полочке под зеркалом какой-то флакончик. На этот раз на нем ничего не было написано, но Алиса, ни секунды не задумываясь, поднесла его к рту. Уж что-нибудь интересненькое да случится, подумала она. Здесь с едой и питьем происходят всякие забавные вещи. Вот будет здорово, если этот флакончик меня вырастет. Побыла крошкой и хватит. И тут ее действительно как хватит что-то по голове. Потолок. Алиса не успела и половину флакончика рассушить, а уж вымахала до потолка. При такой скорости и шею недолго свернуть. И она в испуге отшвырнула флакончик. «Достаточно», — крикнула Алиса. «Мне уже достаточно, и я так уже в дверь не протиснусь. Зачем я все выпила? Надо было мне остановиться». Но остановиться она не могла. Все росла и росла и росла. Комнаты ей уже не хватало. Пришлось сначала встать на колени, а потом и вовсе скрючиться на полу. Ужасно мешали руки. Одну она согнула в локте, а другую сунула под голову. И это не помогло. Тогда Алиса высунула руку в окно, но тут оказались лишними ноги. Первая сама собой выехала в камин. «Все», — сказала себе Алиса. «Дальше ехать некуда. Вот не повезло». На ее счастье действие волшебного питья вдруг прекратилось. И бесконечное вырастание прекратилось тоже. Но удобнее от этого не стало, и никакой надежды выбраться из этой теснотищи. Алисе стало не по себе. «Как хорошо было дома», — горевала бедная Алиса. «Там не приходилось расти туда-сюда, и места было достаточно. А кролики и мыши знали свое место. Нужно же было мне сунуться в кроличью нору. И все же, и все же, в этом что-то есть. Я думала, что такое случается только в сказках. И вот, пожалуйста, такое случилось со мной. Можно считать, что я угодила в самую середину сказки. Хоть книжку обо мне пиши». «Да и я сама ее напишу, когда вырасту». «Ой, а ведь я уже выросла». Она оглядела комнату и добавила печально. «И дальше расти некуда». «Но если я уже выросла и все равно остаюсь маленькой девочкой, то я никогда, выходит, не состарюсь», — продолжала думать Алиса. «И придется мне всю жизнь учить уроки?» «Нет, это мне не подходит». «Ну и глупа же ты, моя милая», — отругала она сама себя. «Тебе и самой-то здесь некуда деться. А где же ты разложишь учебники?» Так она довольно складно рассуждала сама с собой. И, само собой, была сама собой вполне довольна. Как вдруг снаружи послышался чей-то голос. Алиса потихла. «Эй, милочка!» — кричал кто-то. «Долго мне дожидаться перчаток?» И тут же на лестнице послышался дробный топоток. Алиса сообразила, что это кролик. И он ищет именно ее. Она так дрожала, что домик зашатался. С испугу она и не вспомнила, что во много раз переросла кролика. И не ей бы его бояться, а наоборот. Первым делом кролик толкнулся в дверь. Но не тут-то было. Дверь открывалась внутрь, а внутри была Алиса, которая упиралась в дверь локтем. Кролик озадаченно хмыкнул. «Придется лезть в окно». «Попробуй!» — усмехнулась Алиса. Она прикинула, когда кролик окажется под окном, стремительно высунула руку и попыталась цапать его. Она промахнулась, но услышала писк и звон разбитого стекла. Похоже, что кролик шмякнулся в какой-нибудь парник с огурцами. И тут же раздался пронзительный виск. «Пат! Пат! Где же ты в конце концов?» А какой-то другой незнакомый голос ответил спокойно. «Тута я!» «Вот с яблочками копаюсь, хозяин». «Чего же ты копаешься, когда меня скорее вытаскивать надо?» — разозлился кролик. Снова зазвенело стекло. «Глянь-ка, Пат! Что это из окна торчит?» «Я так полагаю, хозяин, что это ладошка с пальчиками». Последнее слово он произнес так невнятно, что получилось с палочками. «Какие палочки, дурень! Это с бревной величиной! Все окно разворотило!» «Спорить не стану, хозяин, а только это с пальчиками!» «Хватит пререкаться! Пойди и выволоки это оттуда прочь!» В ответ молчание и возня. Потом до Алисы донесся шепот. «Не нравится мне все это, хозяин! Вот что я схожу!» «Жалкий трус!» Делай, что велят. Алиса пошарила рукой в воздухе. Тут уж взвизгнули оба, а стекла так и посыпались. «Ого, сколько же там у них парников!» – подумала Алиса. «Хотела бы я знать, что у них там на уме!» «Выволоки ее прочь! Я бы и сама не прочь отсюда выбраться! Помогли бы!» Она подождала немного, но все было тихо. Потом заскрипели, завизжали колеса. То ли тачки, то ли тележки. И сразу же заверещало, запищало, затрещало множество голосов. «Тащи другую лестницу!» «Мне велено эту нести, а другую Билл волочит!» «Волоки ее сюда, парень!» «Да не сюда, к этому углу!» «Коротка!» «Связать надо обе!» «Не то до окна не дотянется!» «Хорошо и так будет!» «Эй, Билл, хватай веревку!» «Крышу-то выдержит!» «Гляди, черепица сейчас отломится!» «Так и есть! Падает!» «Поберегись!» Хрязь что-то грохнулась. «Эй, кто там швыряется?» «Небось Билл!» «А кто в трубу полезет?» «Только не я! Сам лезь, если нравится!» «Ага, разбежался!» «Билл полезет!» «Слышал, Билл, что хозяин сказал?» «Налезай!» «Ох, этот Билл!» — подумала Алиса. «Но и достается ему, бедняжки!» «И хотела бы я быть на его месте!» «Ему не позавидуешь!» «У меня тоже положение незавидное!» «Но я-то хоть лягнуть его могу!» Она протолкнула, насколько сумела, ногу внутрь камина и замерла, покуда не услышала, как кто-то маленький карабкается и корябается в каминной трубе. «Но какой он из себя, этот кто-то!» — догадаться было трудно. «Вот и Билл!» — подумала Алиса. Шваркнула изо всех сил ногой в камине и стала ждать, что из этого выйдет. Такая вышла суматоха! Раздались крики. «Гляньте, Билл летит!» — и вслед за этим голос кролика. «Эй, там у забора! Ловите его!» — потом тишина. И новый взрыв голосов. «Приподними ему голову! Дайте ему глоток! Осторожнее, он захлебнется!» «Как себя чувствуешь, дружище? С чего это ты так взвился? Что случилось-то?» Потом до Алисы донесся слабенький тонкий голосок. «Билл!» — сообразила она. «Будто я знаю!» — пищал Билл. «Так меня хватили?» — «Нет, с меня хватит!» «Немного как будто полегчало, а все равно не по себе!» «Я и охнуть не успел, как оно ахнуло меня!» «Я и полетел вверх тормашками, вылетел, можно сказать, в трубу!» «Это уж точно!» «В трубу!» — поддакнули ему. «Нужно поджечь дом!» — сказал кролик. И тогда Алиса закричала, что есть мочи. «Посмейте только! Я на вас Дину напущу!» Мгновенно наступила мертвая тишина. «Хотела бы я знать, что они еще придумают!» — размышляла Алиса. «Будь у них хоть капля ума, они сообразили бы снять крышу!» Через минуту-другую там снаружи зашевелились и до Алисы долетели слова кролика. «Одной тачке будет довольна!» «Тачки чего?» — забеспокоилась Алиса. Не успела она поразмыслить на этот счет, как была осыпана градом мелких камешков. Некоторые даже угодили ей в лицо. «Пора с этим покончить!» — подумала Алиса. И как закричит, «Только посмите еще раз! Я вам задам!» За окном снова замерли. Тут изумленная Алиса увидела, что камешки на полу превратились в круглые печенья. Ей пришла в голову счастливая мысль. «Если я съем печеньку, — подумала она, — со мной что-нибудь непременно случится. Расти вперед уже некуда, остается расти обратно». Она проглотила целиком одно печенье и с облегчением почувствовала, что стремительно уменьшается. Наконец она стала маленькой-маленькой, тут уж выбежала из дому. И сразу наткнулась на целую толпу птиц и зверюшек. В самой середке ее лежала маленькая ящерка. Это и был Билл. Две морские свинки, приподняв несчастному голову, старательно пихали ему в рот горлышко бутылки. Как только Алиса показалась на пороге, вся толпа устремилась за ней. Она бросилась сбежать со всех ног и вскоре очутилась в густом лесу. «Первым делом надо было дорасти до своего нормального роста», – раздумывала Алиса на ходу. «А вторым делом надо найти тропинку к тому прелестному садику. Мне кажется, что лучше ничего уж не придумаешь». Придумала она действительно здорово. Оставалась самая малость – придумать, как все это осуществить. Алиса опасливо всматривалась в лесной мрак. И вдруг прямо над ней кто-то как гавкнет. Она вздрогнула и глянула наверх. Громадный щенок уставился на нее большими круглыми глазами и нерешительно протягивал лапу, пытаясь ее потрогать. «Бедняжка! Малышка!» – подлизываясь, протянула Алиса и попыталась посвистеть ему. Но дрожащие губы ей не повиновались, потому что она думала о том, как бы этот громадный малышка, этот ужасный бедняжка не слопал ее крошку с голоду. Мало чего, соображая от страха, Алиса нашарила на земле какую-то веточку и протянула ее щенку. Тот с радостным визгом подпрыгнул, схватил ветку и стал ее яростно теребить. Алиса немешкая нырнула в самую гущу чертополоха, чтобы щенок ненароком не раздавил ее. Но только она выбралась из колючек обратно, как щенок снова накинулся на бедную ветку, не рассчитал прыжка и кувырком пролетел прямо на нее. Да, подумала Алиса, это все равно, что танцевать со слоном, того и гляди, раздавит. И она снова забилась под куст, а щенок продолжал нападать на ветку. Он пятился, нацеливался и делал гигантский прыжок, промахивался и снова пятился. И лаял, не умолкая. Алиса улучила момент, когда щенок, обессиленный борьбой с веткой, сел передохнуть, тяжело дыша открытой пастью и зажмурив громадные глаза. И улепетнула. Пока не стихла и щенка, она неслась без оглядки. И только тогда остановилась в тени развесистого цветка лютика, чтобы перевести дух. А щенок-то был просто прелесть, сказала Алиса, обмахнувшись желтым лепестком лютика. Я могла бы обучить его всяким штукам, будь он другого роста. Ой, глупая, я совсем забыла, что мне и нужен вовсе другой рост. Ну как же так? Как же мне вырасти? Постойте. Ну конечно, нужно что-нибудь съесть или выпить. Но попробуй догадайся, что. В рассуждении, чтобы такое съесть, Алиса стала присматриваться к цветам и травникам. Но все это было не то, а ей требовалось именно то питье или та еда. Тут ее взгляд уперся в большой гриб. Чуть ли не с нее ростом. Она обошла его вокруг, заглянула под шляпку, ничего особенного не увидела и приподнялась на цыпочке. Вдруг сверху что-нибудь обнаружится. И обнаружила бабочкину куколку. Толстая и важная куколка, укутанная шалью до глаз, невозмутимо попыхивала длинной фарфоровой трубкой. КОНЕЦ Продолжение следует...